Терпеливые, ой, нетерпеливые какие. Всё. Так рвались. Ой, где ты себе столько уже нацеплял репеёв на хвост. Всё, вчера что ли остались? Подожди, Освальд, Освальд. Подожди, мама репей оторвёт. Вот, всё, оторвала мама. Ещё чуть-чуть осталось. Ой, 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 сладкий. Как я люблю орли, когда он так ложится. Чем уезжает жолотое солнце моё. Господи, какие дети. Я не могу. Какие дети сладкие. Ну где этот террорист, спортсмен? Забыла, блин, как же его надо называть-то. Чёрт. Мне же вчера подсказали же в Телеграме. Ёлки-палки. Ну сейчас вспомню. Буду усиленно сейчас вспоминать. Как я его называть-то. Хотела же ему такую кличку дать. Орлышечка. Ой, смотри, одуванчик заблудился. Пойдём. Пойдём дальше посмотрим. Кого надо у нас выпустить. Ой, какая тут красота. У вас тут утром красота. Чего вам куда-то бежать? У вас и так чудно всё. Выходите. Ой, сладкий. Даринка. Гульнара не хочет никуда. Ну и молодец, умница. Да, Димка? Димочка. Ой, сладкий. Красота. Ириска, как всегда, на подиуме. Сейчас Димка залезет, она его будет оттуда гонять. Ревностно. Потому что двух королей не может быть на подиуме. О-о-о. Посмотрите, как всё мирно обошлось-то. Сейчас она подумает, подумает. Ирисочка, ну молодец. Умничка. Умничка. Ой, какие красоты. Боже мой. Лицо какое. Блин, ну прямо, прямо этот, господи. Вообще, боже мой. Это ты так выглядишь, пенсия. Ну, Багира. Кто была? Пантера, господи. Вот лицо, посмотрите, это просто настоящая пантера. Просто. Вот если его просто заснять, безо всяких ориентиров на размер, подумают, что я снимаю пантеру. Просто пантера. Вот всё абсолютно вот. рисунок, лицо, настоящая пантера. Его надо заснять день на Лиане. И все подумают, что пантера у нас. Да, Дим, ты настоящая пантера. Да, Дим, ты настоящая пантера. Ой, не могу, какой же ты приятный. Не могу, что ты делаешь со мной. Все зубы мамка поломала. Ирисочка, господи, какие же вы все красивые, любимые. Дети моих. Полинуля, Дариночка. Даринка. Антошка, ты за бабкой пришел. Полинулечка. Дай маму глазик тебе вытрет. Козюк умерет. Ай. Да всё, теперь ты видишь, что ты красивая, а козюка некрасивая. Ой. О, Димка упал. Докрутился. Брошулькин кот. Привет, привет. Привет. О, Свард, в гости пришел. Тильдочка. Девочка моя, золотиночка. Тильдочка моя. Тильда. Тильдушечка. Ой, молодцы. Ой. Ой, да спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Молодцы, молодцы. Генри. Бороша. Хорошо у вас, Тенечки. Дай, Ирисочка. Ой, скоро у тебя хвостик опять будет зимний, огромный. Да? Это медведь, не сарафанчик. Не хвостик такой, а хвостик-сарафанчик. Массовик-сарафанчик. Да. А, массовик-затейник. Антошка, вот кто он, массовик-затейник. Где там Марфуша-то? Успела от этого печенья спрятаться. Ну, сейчас выйдет еще один массовик-затейник. Будет там всем радость. Антошечка. Опять идет гладиться розовый кот. Ой, быстро. Ника. Белка. Татошка. Татошка. Антошка. Мои золотые. Татошка. Антошка. Здоровайтесь, дружите. Татош, дай маму берет козюку. Иди ко мне. Давай сейчас идем. Вот так. Вот так. О, ты красивый. Все. Теперь ты красивый. Опять красивый. Вот красивый. Антош. Антошка вот не может свою силу. Как тебе? Он играется так сильно с когтями. Ну, Антошечка. Давай, тебе тенечек сделаю у тебя лицо. Оп. Никуся. Привет. Привет, мой лапуск. Ника. Найдете. Ну, ствол квадратный коз. Вот еще один ускоритель прогресса. Сейчас здесь будет бодрая жизнь у всех. Освальд, не бойся. Антошка мирный. Да, Полинуль? Не хотят выходить. Ну, дело хозяйское. О, тюлени. Игореха, привет. Неукротимый. Все, прибежал. Они какие-то сегодня странные. Вроде уже как бы тепло, очень жарко. А они все равно все на полянке. Посмотрите. Все здесь. Ну, за исключением некоторых может. Кто не вышел там. Ну, не все, конечно, вышли дома. Ну, и правильно. Марселечка, миленький. Сейчас я приду тебе ротик обрабатывать. Нет, что же это такое? Это какая-то, вот, я не знаю, как это непроходящая зараза. Гниет и гниет. Меняем антибиотик. Все равно гниет. Что ж там такое? Ой, смотри, гниет, не знаю. Но нам еще не ехать. Ну, мы еще колем. После смены антибиотика. Еще прокалываемся. Так, здесь у нас, здесь у нас атосик. Но его мне надо перенести в вольер. Еще я сегодня обещала перенести в этот вольер. Кого, кого, кого? А, Марселечку, Марселечку, чтобы он на природе был. Сейчас мой золотой. Сейчас нам вот выйдет гулять, Рима. Посмотрите, 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 усиленно. Хорошо, что папа не скосил тут ничего. Действительно, прямо на тролстой все. Да, Никусь? А, Атось, Атося, Атося. Сейчас я тебя в вольер перенесу, потерпи. Сейчас. Ай. Так. Сейчас пойдем здесь и отпустим. Ой, Фредди. Фредди встречает. О, Господи. Море встречает. Баклаша, Кристина. Кристина? Кристина. Ну-ка, повернись, Кристина. Мама глазик глянет. Да не, вроде, но все по-прежнему. О, дынь, дынь, дынь. Надо пробежаться, окошки кругом позакрывать, чтобы улицу не охлаждать. О, Гекоша лежит. Гек, ай, белый сладкий. Гек. Ну вот у Гека лицо изящнее, чем уже носик, и поэтому он на пантеру так не похож. Хотя я подозреваю, что они братья. Они дети этого. Господи, как жило. Что ж, у меня сегодня такое прямо с памятью. Что-то с памятью моей стало. С Чарли, Чарли. Вот они два красавца таких. С Чарликом три красавца таких. Я кого-то забыла, прям чувствую. Ну, у Гека. По изящнее лицо. Не такое вот широкое, поэтому он на пантеру не очень похож. Феденька. Фебрусяя, мой сяя. Ай, сяя, мой. Ай, сяя. Видите, спину приготовил, выгнул. Ты мой сладкий. Ты моё солнышко. Такой огромный, такой лоскучий. Иди ко мне. Ой, Жан-Жак, Гек, мальчики мои. Сиамские местницы. О, Федя. Ты чем так напугал? Одним взглядом напугал Гека. Федь. Федя тоже так хочет ходить. Вот так. Спинка спинки. А Морис не хочет с ним так ходить. Он к нему сколько раз так пытался. Морис, видите, его вообще за человека не считает. Заметили? А он так привык ходить с Марсом. Он, видите, он всё время ищет. Всё равно он ищет, кому бы так же прислониться. Он вот такой вот, он душевный. А Морис не хочет. Морис вот такой индивидуалист. Из-за этого Феденька очень страдает. Ему нужен кто-то, с кем бы он мог ходить вот так вот. Прямо неприлипшие ходили с Марсом. Хвосты друг на друга положат и идут вместе. В туалет прям вместе ходили. А Морис не хочет так с ним. А Феденьке прям одиноко, ужасно. Мне кажется, что Федя себя ощущает прям вот наполовину. Субтитры сделал DimaTorzok